В прямом эфире новости продолжаем выпуск. Сегодня в Красноярске открылся агропромышленный форум Сибири. За Уралом это самое масштабное мероприятие, посвященное сельскому хозяйству. Сотни специалистов обсуждают вопросы развития агробизнеса, а производители представляют новейшие образцы сельскохозяйственной техники. Подробнее о форуме и последних разработках в сфере агропромышленности, расскажет Александр Ловицкий. Это так называемое молочное такси. В основном его используют для выпаяки телят. С помощью вот этой платформы фермер может транспортировать и готовить молочные смеси. И это лишь крупица того, что можно увидеть на агропромышленном форуме. Его площадки начинаются еще на улице. Всю парковочную зону выставочного центра заняла разнообразная техника от мотоблоков до комбайнов внушительных размеров. Форум крупнейшее за Уралом мероприятие, посвященное агропромышленной теме. Здесь представляют свои проекты 200 компаний из 16 регионов страны. Среди них можно увидеть множество инновационной техники, которая должна модернизировать агропроизводство и помочь фермерам сэкономить. Представители Красноярского торгового дома «Галактика» участвуют в форуме ежегодно и каждый год представляют новое оборудование для развития отрасли. Форум – это площадка для новых контрактов. Вот, к примеру, новейшие комбайны, производительность которых в разы больше тех, на которых сельхозники работают в полях. Один механизатор на одной единице техники делает в 4 раза больше, или в 3 раза больше, или в 5 раз больше, чем, допустим, на прежней поставляемой технике. Это естественный результат. На себестоимость отражается резко. Ведь в молоке, допустим, в себестоимости молока 60% стоимость корма. И чем мы качественнее заготовим и дешевле, тем выгоднее нам молоко. На форуме разместились и банки, которые помогают фермерам закупить все необходимые новинки для своего производства. Как отмечают специалисты, все актуальные финансовые программы для сельхозпроизводителей, как правило, делятся по сезонам. Сегодня только в одном, например, «Россельхоз» банке существует около 50 программ. В частности, спецпрограмма финансирования сезонно-полевых работ. Кредитование малого бизнеса на селе – важнейшая задача государственного значения и одно из приоритетных направлений банковской деятельности. К представителям агропромышленной сферы банкиры подходят индивидуально. Учитываются возможности фирмы, и в зависимости от этого просчитывается процент и сроки оплаты. Ставка по кредитам для аграриев стартует от 9%. При этом часть долга готова отдать государству. Также дипломом награждается ЖИХАЛЬНИНА за второе место в конкурсе. Любимый варенье, друзья, поддерживаем аплодисментами. Выставка агропромышленного форума – это еще и хороший способ отведать продукцию от местных производителей, говорят организаторы. Здесь можно встретить мясную, молочную продукцию и, конечно, много выпечки. А гвоздем программы стал праздник – День Вареника. Здесь все посетители смогли бесплатно попробовать вареники на любой вкус, поучаствовать в кулинарном конкурсе на самый вкусный вареник и увидеть самый большой. А это, собственно, большая изюминка праздника – 30-килограммовый вареник. Его длина один метр, а готовили его сразу шесть поваров. На его начинку ушло целых 20 килограмм картофеля. Еще одна важная часть форума – деловая. Сотни специалистов всех уровней на круглых столах и конференциях обсуждают актуальные для аграрной отрасли вопросы и обмениваются опытом. Мы отнюдь не утверждаем сегодня, что высокие урожаи и их достижения уже нас полностью удовлетворяют. У нас очень много вопросов с экономическим состоянием хозяйств. Все это перекликается и с ценой продовольствия на полках магазинов. Чтобы показатели сибирского сельского хозяйства улучшались еще большими темпами, а инвестиции в эту отрасль прибавились, власти и специалисты предлагают составить единую программу развития, заявил министр сельского хозяйства Леонид Шорохов. Если бы у нас был общий документ, который программа, допустим, для каждого бюджета, для каждого субъекта и программа Сибири, которую можно было бы защитить на федеральном уровне, это бы, на мой взгляд, принесло дополнительное финансирование и какие-то коэффициенты по выделению дополнительных федеральных денег стороны федерального центра. Что касается посетителей выставки, то на то, чтобы оценить последние разработки для села и агропроизводства, проследить за ходом решения наиболее важных вопросов села и отведать местную продукцию осталось еще два дня. Выставка будет работать до 15 ноября и завершится зрелищной презентацией районов края, где можно будет ознакомиться с их культурой, бытом и кухней. Александр Ловицкий, Андрей Шалаков. Новости.